Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем наши беседы по Евангелию от Марка по тексту Островской Библии 1581 года. И сегодня мы будем читать 14 главу. «Беже Пасха и опресноцы по двою днию, и искаху архиереи и книжницы, как и его лестью, емше убьют. Глаголы же, но не в праздник, еда како молва будет людска». Что из себя представляла Иудейская Пасха и почему на Иудейскую Пасху вкушали опресноки? Иудейская Пасха – это воспоминание того, как еврейский народ вышел из Египта. Само еврейское слово «пасха» по-еврейски «пэйсах» означает «прыгать» или «перепрыгивать». Имеется в виду, что когда ангел смерти в день исхода еврейского народа из Египта шел от одного дома к другому, то он видел те дома, на которых на косяках, как повелел Господь, была кровь пасхального агнца, которая указывала символически на кровь Христа. И видя эту кровь искупительную, ангел мщения перепрыгивал через этот дом, но не видя где-то этой крови, на косяках при входе он входил и умершлял всякого первенца, от первенца раба, заключенного в темнице, до первенца фараона. А седмица опресноков, которая начинается с Пасхи, это воспоминание о том, что евреи так поспешно выходили из Египта, что они не дождались, что тесто вскиснет, и они делали опресноке, пресный хлеб. С другой стороны, пресный хлеб – это символ отсутствия закваски, ибо закваска представляется чем-то таким, что приводит к процессу брожения, а процесс брожения – это начало, собственно говоря, разложения. И мы видим, как Христос часто предупреждает своих учеников беречься закваски иродовой, то есть разложения иродова, закваски фарисейской и саддукейской, то есть разложения фарисейского и разложения саддукейского. И здесь мы видим, что архиереи, книжницы, в других Евангелиях добавляются старцы, искали «кака его лестью емше убьют», то есть чтобы сделать некую хитрость, чтобы его погубить. «Но при этом глаголах уже, но не в праздник, еда како, молва будет людская». То есть ради народа, который почитал Господа Иисуса Христа, архиереи, книжницы и старцы принимают решение, что его надо погубить, казнить, но только не в Пасху. Но все сложится так, что он был казнен именно на Пасху. Когда совершался пасхальный седр, в эту ночь он был схвачен, и на следующий день он был распят на кресте. Святые отцы говорят, что когда архиереи, книжники и старцы думали, как бы погубить Христа Иисуса, на самом деле они священно действовали. Почему? Потому что по закону Божию, именно накануне Пасхи, Песоха, они, архиереи, старцы, должны были выбирать агнца, и они выбрали Иисуса. То есть сами того не понимая до конца, стремясь избежать смерти Христа на Пасху, они все сделали так, что он умер именно на Пасху. И апостол Павел пишет, ибо Пасха наша, Христос, закланный за нас. И далее мы читаем, «Исущую ему вифание, в дому Симона Прокоженого, возлежащую ему, прийти жена, имущая алавастр мира, нардного, пистякия, многоценный, и сокруши алавастр, то есть сосуд, возливаше ему на главу, беху Женеции, негодующий в себе и глаголюше, во что гибель сия, мирная бысть, можаше бо, все продано бытие, вяще три сот, пенясь, и дадеся нищим, и прещаху ей». Итак, мы видим, что в дом Симона Прокоженого заходит женщина с салавастровым сосудом. Эта женщина была грешницей, она была блудницей, но у нее было намерение послужить Христу, и она принесла очень драгоценное вещество мира, и она разрушает эту склянницу и выливает мира на голову Иисуса Христа, на ноги Иисуса Христа, и волосами оттирает его ноги. И те люди, которые там находились, у них как бы включился некий такой калькулятор в голове, и они стали считать, а сколько это может стоить. И получилась очень внушительная сумма три сот пенясь. И они начинают говорить, что надо было бы продать это мира и раздать нищим. Вот запомните, братья и сестры, если начинают говорить о том, что собирают деньги для нищих, это воровство, кто бы ни говорил. Представители светской власти, представители религиозной власти, это вообще известная такая истина, собирают там, чтобы помочь там бедным детям, силам, это всегда нечто такое коррупционное. Иисус же рече «Оставите ей я, что ей труды, даете добро, дело, садело, а мне». Христос заступается за эту женщину и настаивает на том, что это добро она делает для него. И надо сказать прямо, что это единственное добро, которое делается для него перед его арестом, страданиями и голгофской смерти. «Всегда будь нищия имате собою, и когда хошите, можете им добро творите». Действительно, мы всегда имеем нищих, которым мы можем помочь сами. Вот это очень важно, когда мы действительно помогаем людям, у которых низкий достаток, но мы знаем, что эта помощь идет не через каких-то посредников, через какие-то организации, обычно там, где пахнет милосердием, там пахнет и коррупцией, воровством и расхищением. Это стандартная ситуация. Здесь изменить ничего нельзя. Когда мы хотим помочь нищим, мы должны обращать внимание прежде всего на тех, кого мы знаем. Потому что есть профессиональные нищие, которые на попрошайничестве, они зарабатывают неплохие деньги. А когда мы хотим найти, кому помочь, надо обращать внимание не только на знакомых нам, но и даже на наших родственников. Наверняка, среди них есть какая-то семья, которая нуждается в нашей поддержке. тем более, что в Библии сказано, кто о своих, особенно о домашних, не печется, тот хуже неверного отрекся от веры. Конечно, здесь проблема будет с анонимностью, мы не сможем скрыть нашу благотворительность, но, по крайней мере, мы будем уверены в том, что эти деньги не разворовали. Далее Христос говорит, «Менеже не всегда имоти», нищие всегда с вами, «Менеже не всегда имоти». «Еже имея сия сотвори», «Еже имея сия сотвори», то есть она это для меня сотворила, «предвари помазатьими тело на погребение». То есть таким образом она приготовила мое тело к погребению. Вот здесь Христос говорит как пророк, ибо в человеческом служении Христа соединены три аспекта по догматическому православному богословию. Это служение царя, это служение пересвященника и это служение пророка. И он видит, что она реально таким образом подготовила его к погребению. Ибо когда его будут погребать в пятницу, то будут это делать с поспешностью, потому что иудейская суббота наступает в пятницу за ходом солнца и не успеют намазать его миром, миром, как положено, как положено, благовониями, чтобы так положить во гроб, не успеют даже омыть его тело. И туринская плащаница со всей очевидностью показывает, что все делалось очень поспешно. Вот почему по прошествии субботы жены-мироносицы с миром отправляются ко гробу, потому что тело хоронили очень поспешно и не было возможности сделать все так, как положено. И мы читаем далее. И Иуда Искариотский един от Абаюн на десятие, идя к Орахиреум, да предаст его им. Это не случайная связка решения Иуды с тем, что только что произошло. Иуда понял, что Иисус Христос совершенно непрактичный человек, если он позволяет тратить такое драгоценное миро, и стоимость этого мира проходит мимо кружки Иуды, куда он собирал цедаку, пожертвования на их Ишиву, то есть школу Иисуса и его учеников, он разочаровался во Христе, он ведет себя как практичный человек, он идет к архиереям и старцам, чтобы предать Христа, потому что он знал, что архиереи и старцы не решаются прилюдно арестовать Христа и ищут удобного случая, когда его можно будет арестовать без большого количества свидетелей. И предательство Иуда, оно исключалось в том, что он должен был назвать место именно ночью, когда Христос будет с небольшой группой учеников, его там можно схватить. «Они же, слышавши, возрадовавшися и обещавши ему сэбреники дати, и искаши, как у его в подобное время предаст». Вот славянский текст более понятный, чем русский. Предательство заключается именно в том, что они искали удобное время для того, чтобы его схватить. «И в первый день опреснок, егда пасху жряху, глаголыше ему ученицы его». Первый день опреснок – это день, когда приготовлялась пасхальная трапеза. Этот день с утра находили помещение, которое очищали от всего того, что недопустимо иметь в помещении на Пасху. Приготовить Пасху тогда сначала не кулич из печь, там не яйца покрасить, а убрать из помещения весь хамец. Хамец – это все, что бродит. Это кислый хлеб, чтобы в помещении оставались только пресные продукты без элементов брожения. То есть, никакой квас, никакие там сдобные булочки – все это было недопустимо. И в первый день опреснок егда пасху жряху, то есть, когда ее поедали, глаголыше ему ученицы его, где хошеше шедше, уготоваем до ясти пасху. И пошла два от ученик своих, и глагола им, и где-то в оград, и срящет вы человек, в скудельнице воду нося, по нем и где-то, и где же аше в нидет, рцета господину дому, яко учитель глаголит, где есть витальница, то есть горница, и где же пасху со ученики моими с ним. Христос говорит им, идите, увидите некого человека, вот он куда пойдет, туда зайдите, и говорите хозяину этого помещения, этой горнице, что здесь учитель хочет справить Пасху со своими учениками. На самом деле, принять любую ишиву в свой дом на Пасху, это, конечно, большие хлопоты, но это и большая честь. В таком случае, хозяин не оставался на этой пасхальной трапезе, а он уходил к своим родственникам, чтобы ишива могла бы без посторонних людей со своим Рэби, Равином справлять эту Пасху. Христа все время называют учитель. Учитель – это Рэби, Рав – это Равин, на славяно-русском Равуни, то есть тот, который обучает своих учеников. Надо сказать, что в те времена такие ишивы были очень подвижны, они переходили с одного места на другое. И далее мы читаем. «И изыдосто ученика его, и придосто ваграт, и обритосто якожирече има, и уготовится Пасха». Итак, это все делалось определенным образом. То есть в четверг утром они пошли, нашли это помещение, эту горницу, где будет происходить «Тайный вечер», и начинают приготовлять Пасху, то есть выметать весь хамец. И даже читались специальные молитвы на обнаружение хамеца. Зажигали свечу, обходили углы все, и читали молитву на обнаружение хамеца. И чтобы молитва не была бы напрасной, клали кусочки хамеца. Потом находили, и это все сжигали, чтобы в помещении, где празднуется Песох, во время пасхального седра никакого хамеца не было. Само торжество начинается за ходом солнца, и вечеру, бывшую, прииди собимя на десятие, то есть двенадцатью, и возлежащим им, и ядущим рече Иисус, аминь, глаголю вам, яко един от вас, придаст мя яды со мною. Вот здесь мы видим, как точно все соответствует тому, что мы знаем об иудейской Пасхе, то, что описано в Талмуде, прежде всего в Мишне, они действительно возлежали. Они действительно возлежали. Было принято по возможности на правой руке возлежать, в некоторых случаях на левой, чтобы что-то брать правой рукою. стелились специальные ковры, и клались такие подушки-пуфики, на которые люди облокачивались. А трапеза, это буквально на нескольких сантиметров приподнятая площадка от пола, и там расставляли еду. Какую еду? Ну, во-первых, готовился пасхальный агнец. Его запекали по возможности целиком. Если одна семья не могла себе позволить запечь целиком агнца, то объединялись две-три семьи бедных и покупали себе одного агнца. Обязательно ели этого агнца с горькими травами, лук, чеснок, перец, и все это надо было есть до тех пор, пока слезы не текли из глаз. Это делалось для того, чтобы вспомнить, как еврейский народ находился в египетском рабстве, как им было тяжело. Причем соль в чистом виде по еврейским законам не использовалось, ее превращали в раствор, смешивали с водою. Вот именно поэтому Христос омокает хлеб в соль, не посыпает там соль на хлеб, а именно омокает. То есть Евангелие показывают со всей достоверностью, как это на самом деле происходило. на стол ставилось вино, надо было за седр выпить несколько чаш, и обязательно ставился стакан вина на край стола ближе к двери. Дверь в пасхальную ночь не закрывается, потому что все ждут, что может прийти с неба пророк Илья, войдет в помещение, для него приготовлен стакан с вином и свободное место. Он возьмет этот стакан, скажет Лехай и выпьет со всеми. «На стол клали мацу, причем ее клали тремя стопками, в знак того, что за этим столом имеют право сидеть и богатые евреи, и евреи среднего достатка, и бедные евреи. В эту ночь все братья и сестры». Был такой очень красивый обряд, когда плитку мацы прятали взрослые от детей. И в определенный момент после Седера детям объявляли, что они могут искать. И когда кто-то из детей находил, он становился как бы чемпионом, ему все дарили какие-то подарки. А для детей это был такой радостный момент, они сидели не скучая, а именно ожидая этого момента, когда они смогут начать этот свой поиск. Кстати, самый младший должен был находиться рядом со самым старшим. Самый старший не по годам, а по положению был Христос. Он Равуни, Рав, то есть учитель. А самый младший из апостолов – это Иоанн Богослов, который возлежал на груди своего божественного учителя. Любая деталь, описанная в Евангелиях, она точно соответствует неким реалиям, которые нам известны и которые сохраняются до сих пор в иудейской традиции. Почему младший должен сидеть рядом со старшим? Потому что пасхальный седр начинается с некого диалога между младшим и старшим. Когда младший спрашивает, что это у нас, почему мы делаем эту трапезу, а старший должен был отвечать, мы были в Египте рабами, но Господь нас вывел и так далее, и так далее. Все эти диалоги были расписаны. И вечеру, а бывшую прииде с обема на десятием, и возлежащим им, и ядущим, рече Иисус, аминь глаголю вам, яко един от вас предаст мя. Яды со мною, а ниже на чаше скорбете, и глагол эти ему, един по единому, то есть один за другим. Видите, как они себя ведут очень правильно, они не перебивают друг друга. Еда ас, то есть каждый спрашивает, я это? И другие, то есть после того, как один сказал, второй говорит, еда ас, он же, отвечав рече им, ядин, от обою на десяти, о мочей, со мною, в солилу, о мочей, то есть тот, кто обмакнет кусок хлеба пресного в этот соляной раствор. Соляной раствор делался в память еврейских младенцев, которых бросали в воды Нила. Этот соляной раствор он символизировал собою слезы этих младенцев, их слезы. А в некотором смысле вифлеемские младенцы, они предваряют своими страданиями, своими слезами новый исход. Но уже исход не одного еврейского народа и не из Египта, а исход всего мира и всех народов из рабства дьяволу, из рабства греху, из рабства страха смерти. А мочей со мною всолила. Сын уба человеческий идет, якоже есть писано о нем, горе же человеку тому, им же сын человеческий предастся. Добре было бы ему, аж и не бы родился человек той. Здесь Христос говорит о том, что все, что происходит, оно происходит по воле Бога. Все это было предсказано. И, казалось бы, а в чем вина Иуда, если он действует по некому божественному плану? Но Христос говорит, горе же человеку тому, им же сын человеческий предастся. И Иуда вписался в этот план домостроительства нашего спасения именно как предатель, который предал своего божественного учителя. И для него лучше было бы и не родиться, чем родиться на такое преступление и последующую муку. «И ядущим им прием Иисус хлеб и благословив преломи». Христос произносит «баруха» – благословение на хлеб. «Хэм ацы» – хлеб благословляется. «Баруха» обычно начинается словами «Баруха Ата Адонай Элокейну Мелах» «Благословен Ты Господь Бог Наш, Царь Наш». Потом благословение «Хэм ацы», то есть хлеба. И после этого благословения вспоминают еще предков, брит решаним за бед предков, что эту трапезу надо совершать именно так. «И ядущим им прием Иисус хлеб и благословив преломи, и даст им рече примите и одите, сеясь тело мое». Вот до этих слов это был обычный иудейский пасхальный цедр. Начиная с этих слов Христос устанавливает христианскую литургию. Ибо Пасха наша, как пишет апостол Павел, это Христос законный за нас. Все, иудейский цедр прекратился, совершается Евхаристия. «Сие есть тело мое, и приим чашу, хвалу воздав, даст им, и пиша от нея вси, он говорит, и пейте от нею вси, и рече им, все есть кровь моя, нового завета, за многие изливаема. Аминь же глаголю вам, я как тому, не имам пити от плодолозного до дне того, егда е пию ново в Царствие Божие». Здесь Христос говорит, что это его последняя трапеза в этой земной жизни, его уже никто не будет ни кормить, ни поить. Христос как Бог и как человек-пророк, в нем вот совмещаются эти два служения, два статуса, он понимает, что это последняя его трапеза в этой земной жизни. И он будет теперь вкушать от плодолозного в Царствие Божие. То есть он теперь будет глава каждого мессианского пира, Евхаристии. И там все будут пить новое вино. «И воспевшие из Идоши на гору Ильонскую». То есть после совершения пасхального седора надо было петь определенные радостные псалмы, очень ритмичные, потом подниматься на Ильонскую гору, потому что из своих домов выходили все иудеи и шли на эту гору, чтобы там уже вместе петь псалмы. Там объединялись целый такой большой хор, и там все вместе пели очень ритмичные, такие радостные псалмы. «И глаголы им Иисус, яков си, соблазнитеся о мне в ночь сию, писано бо есть, поражу пастыря, и разыдуться овца. Но потом, егда воскресну, варяю вы, варяю вы – это предваряю вы в Галилее. Петр же рече ему, и аш и вси соблазняться, но не ас». На самом деле, так говорили и прочие ученики, мы это видим. «И глаголы ему Иисус, аминь глаголю тебе, яко ты днесь в ночь сию, прежде даже вторицею петел не возгласить, трикраты отвержися мне». Господь ему говорит, «Нет, тут петел не возгласит двукраты, вторицею, как ты отрекешься от меня. Он же, множая глаголуше паче, аш и ми есть с тобою умерете, не отвергуся тебе, так и же и вси глаголу ху». То есть не только Петр так говорил, так и же и вси глаголу ху. «И придоша весь, ей же имя Гефсимания, и глагола учеником своим, сидите зде, донде же помолюся, и поят Петра, и Иакова, и Иоанна собою». То есть вот здесь как раз он остается с очень малой группой учеников, и Иуда знал об этом, что это произойдет. И это было удобное место, где Христа без лишнего шума можно было бы арестовать. Гефсиманское борение показывает нам тот человеческий ужас, который испытывал Христос перед предстоящими страданиями и самой смертью. Этим самым показывается в Евангелии, что он был настоящий человек во всех отношениях. И его страдания, они не были призрачны. Он истинный Бог и истинный человек во всех отношениях. «И начать ужасатися, и тужити, и глаголы им, прискорбно, есть душа моя до смерти, будите зде и бдите». И пришед мало, паде на земли, и моляшися, да аше возможно есть, да мимоидит от него час. И глаголыше, «Ава, отче, вся возможно тебе, мимо неси от меня чашу сию. Но не ежи, ас хашу, но ежи ты, и прииди, и обрети их спяще». Ученики не могут бдить, бодрствовать, они уснули. Но есть и другое объяснение, почему Христос испытывает такой ужас, ужасахася, потому что Бог и святость, и грех – понятие несовместимое. Ведь ему предстояло взять на себя грехи всего мира. Он – истинный безгрешный человек, он – святой Бог, должен был взять на себя грехи мира. То есть каждый грех, каждую мерзость, которую мы совершили, он взял на себя именно грехи всего мира. Он взял на себя грехи не только тех людей, которые будут находиться в раю, в сладости, но он взял на себя также грехи тех, всех, которые будут находиться в аду, в вечном мучении. Почему? Зачем? Это сделано для того, чтобы никто в день страшного суда не сказал бы, Христос, ты не умер за меня, ты не омыл меня своей кровью. Никто так не сможет сказать. И в послании Иоанна Богослова, первое послание, прямо сказано, что Христос умер за грехи наши, то есть уверовавших, и не только за наши грехи, но и за грехи всего мира, и за преступления не уверовавших, которых ожидает вихрь адского пламени. Итак, он молится. «Да аши, возможно, есть, да мимо идит от него час, и глаголыше, а в отче, вся возможно тебе, мимо неси от меня чашу сию». Но здесь происходит покорность его человечества, его божеству. «Но не ежи ась хащу, но ежи ты». То есть он просит, но под конец он говорит, «Впрочем, не то, что я хочу, а то, что ты, то пусть и исполнится». «И прииди и обрети их спяще». И глагол о Петрове, «Симони спиши ли, невозможи единого часа, побдети, бдите и молитесь, бодрствуйте и молитесь», говорит Христос. И это должен быть такой девиз у всех христиан. Что понуждает нас бдить, бодрствовать? Прежде всего нас побуждает бдить тот факт, что мы не знаем дня и часа, когда будет конец этого мира. Христос искрыл дату своего предшествия для того, чтобы мы во всех поколениях всегда пребывали бы в ожидании. Но нельзя просто бодрствовать и ничего не делать. Поэтому сказано, «Бдите и молитесь, да не внедите в напасть». Оказывается, мы впадаем в напасть тогда, когда не бодрствуем и тогда, когда не молимся. Поэтому, если мы хотим избежать любую напасть, будем бодрствовать и молиться. «Дух бодр, плоть же немощна», говорит Христос. «И паки шет, помолися», тоже слово «рек», и «возвражься, обрети их, паки спящая». А они все время спят. «Беху бо очеса им тяготна», то есть глаза их, очи их отяготели, и они все спали. «И немеиху, что быша, отвещали ему». И они не могли найти слов, чтобы объяснить это. «И приди третицею и глагола им», то есть третий раз придя, глагола им, «спите, прочие, и почивайте, при спе конец», то есть уже наступил конец. «При иди час, се, предается сын человеческий, в руки грешникам, восстаньте, иди, се, предаяй мя, приближися». Есть две точки зрения на то, кому принадлежал Гефсиманский сад. А некоторые говорят, что он принадлежал Иосифу Аримафейскому, этому богатому человеку, в гроб которого потом будет положен Христос. Некоторые говорят, что нет, Гефсиманский сад принадлежал матери Марка, того самого апостола и евангелиста, Евангелие которого мы изучаем. Ведь он оказывается в Гефсиманском саду не случайно. Он приводит Христа и его учеников в Гефсиманский сад, как наследник этого сада. Сад принадлежал его матери, скорее всего она была вдова, а Марк, на правах наследника этого сада, привел Иисуса и его учеников в Гефсиманию. Этим объясняется, что он был плохо одет, он думал, сейчас я их отведу и вернусь назад, буду дальше спать. Поэтому он вышел из дома голый, он взял только один плащ, обмотался, чтобы скрыть свою наготу, и в таком виде пришел в этот сад. «И Абия», то есть тот час, «Еше ему глаголюшу», то есть он еще говорил, «При идеи Юда един сый от Абаюна десяти, и с ним народ мног с оружием, и дрекольми от архиерей, и книжник, и старец». «Даст же, придая его знамение им», глаголе, «Его же аше лабжу», то есть кого поцелую, то есть имейте его, то есть берите его, и ведете его сохранно». Почему надо было Юде подойти к Иисусу, поцеловать именно его? Казалось бы, они уже пришли в Гефсиманский сад. На самом деле сад был немаленький, и там в темноте можно было потерять Иисуса. И издалека было видно, что там находятся четыре человека, ну и пятый, скорее всего, Марк, вот этот юноша. И Юда должен был подойти поближе, подойти именно к Иисусу и обозначить, что это Иисус, поцелуем, и тогда воины бросятся за этим одним, а иначе все в рассыпную, и как догадаться, где Иисус. Такими действиями он предает своего Учителя, и когда мы молимся, «Не лабза не эти дам, яка Июда, но яка разбойник исповедуйте». Воспоминаем вот это предательство. «И пришед Абия, приступай к нему, глаголи ему, Рави, Рави». Опять вот это еврейское слово. Рав, Раби, Равин, Рави, Рави, Рабуни. «И облабыза его». Теперь они знали, кто точно Иисус. Они бросаются только на одного, другие их не интересуют. «Они же, возложивши руцы свои нань, и яше его, един же некто отстоящих, извлек нож, ударе раба, архи Реува, и уреза ему ухо». А почему не называется Петр по имени? Потому что Петр совершил дерзость с точки зрения христианского непротивления злу. А так как Марк записывал проповеди Петра и был секретарем Петра, скорее всего, Петр проповедовал немножко иначе. Он, наверное, говорил, «Я по неразумию схватил меч, бросился». А Марк как бы скорректировал, возможно, в этой части своего Евангелия слова Петра, его имя опускается. «И отвечав Иисус реча им, яко на разбойника ли из идости с оружием и дрекольми, я темя, повся дни бег при вас в церкви уча, и не ясти меня, но да сбудутся Писания и оставшие его вси безжаша». Какое Писание исполняется? То, что Христос уже процитировал, что будет поражение пастыря и разбегутся, рассеются овцы. А вот далее Марк пишет о себе. Во-первых, потому что нет других евангелистов. А почему у них нет? Так они любят Марка. Марк любит Петра, убирает его имя. Например, евангелист Матвей себя называет мытарем Матфеем, то есть коллаборационистом предателем. А другие евангелисты, которые пишут о нем, они с любовью пишут. Они любят апостола Матфея. Они пишут Левий Матфей. Его никто не называет мытарем, кроме его самого. Здесь мы видим, какая взаимная любовь была между апостолами и первыми христианами. «И един некто юноша, иди по нем, одеян в плащеницу по нагу», то есть только плащ по наговому телу. «И яше того юношу», то есть его схватили за эту одежду, «он же оставь плащеницу, плащ, наг», то есть голый, бежа от них. «И ведоша Иисуса ко архиереу, и снедошися к нему все архиереи, и книжники, и старцы, и Петр, издалечие вслед его иди, до внутрь во двор архиереов, и бе сидя со слугами и греяся при свящи. Архиереи же и весь сон искаху на Иисуса свидетельства, да умертвят того и не обретаху». То есть на самом деле казнить человека решением Синедриона, еврейского религиозного суда, по-еврейски это называется Сангендрин, было достаточно сложно. В каждом таком случае должно было быть определенное количество свидетелей, и свидетели должны быть очень достоверные. Сохранилось изречение с тех времен, если бы какой-то Сангендрин казнил бы в течение года одного человека, этот Сангендрин называли бы кровавым Сангендрином. Поэтому они тут действуют как бы со всеми оглядками на закон, но в то же время они нарушают закон, причем все время. Во-первых, они не имели права выносить приговор в день суда, потому что Моисеев закон учит, что должно пройти какое-то время между судебным разбирательством и вынесением приговора. Это связано с тем, что эмоции должны остынуть, успокоиться, и решение о приговоре выносится на свежую голову, а не в результате какого-то эмоционального всплеска чувств. «И Петр издалечий вслед его иди до внутрь во двор архиереу». То есть Петр идет издалека, наблюдая за всем. «Мнозибо лжесвидетельство ваху, нань», то есть были лжесвидетели, их много было, «и равносвидетельствия не беху». Но это были несерьезные обвинения. «И не цей восставши лжесвидетельство ваху, нань глаголюще, яка мы слышахом его глаголюще, якась разорю церковь сию рукотворенную и треми дьми ину нерукотворену созижду». «И не тако равнобо свидетельству их». Вот этот свидетель последний, он искажает слова Христа. Христос не говорит «я разорю», ведь речь идет о храме его тела. Он говорит «разорите», то есть «вы храм», то есть «тело мое порушьте», «в три дни я его восстановлю», имеется в виду чудо воскресения. «И восстав архиерей посреде «вопроси Иисуса глаголя». То есть здесь надо было что-то сделать более кардинальное, потому что свидетельства этих людей не были очень достоверны. «Не отвещеваешь ли ничесоже, что сии на тебя свидетельствуют?» Он же молчаше. Своим молчанием Христос научает нас молчать перед лицом злостных наших противников. И вот в советские времена, когда верующих вызывали в НКВД, потом в КГБ, они всегда помнили о молчании Христа перед нечестивым судом, и они ничего не отвечали. «Он же молчаше и нечисоше, отвечеваше, паки», то есть «опять», архиерей «вопроси его» и оглаголя ему. «Ты ли и си Христос, сын благословенного?» Вот здесь упускается очень важная деталь у Марка. На самом деле, первосвященник сказал, «Заклинаю тебя именем Бога Всевышнего, ты ли Христос, сын благословенного?» И только после этого Иисус же рече. «Ас есмь» «Ас есмь» это «Я сущий», то есть он применяет по отношению к себе непроизносимое четырехбуквенное имя Бога. «И узрите Сына Человеческого, одесную, сидящей силой, грядущей со облаками небесными» Вот это уже всё. Были свидетели этих слов, весь Сангидрин. «Архиерей же растерза риза своя», то есть он разрывает свои ризы, глаголя, «Что ещё требуем свидетелей?» То есть зачем нам ещё свидетели? «Слышите хулу, что вам ся мнить, они же все, осудиши его, бытьи повинна смерти». Христа приговаривают к смерти, потому что он не только человек, но и истинный Бог, совершается акт богохульства. И эти люди запятнали себя богоубийством. Знали ли иудеи, кто на самом деле Христос? Нет, не знали. Об этом пишут другие апостолы, об этом проповедуют Пётр, Стефан, другие. Об этом пишет Павел, «Что начальники ваши по незнанию сделали это, ибо если бы знали, если бы познали, то не распяли бы Господа славы». Потому что представить себе, что люди точно знают, что это Сын Божий, и так себя ведут, даже бесы веруют и трепещут. Какой бы страх испытал бы каждый из них, и они испытали этот страх в день собственной смерти. «И на чаше нецы плювати нань, и прикрывати лице его, и мучати его, и глаголати ему прорцы, и слуги паланитума его бияху». То есть они начинают избиение Иисуса. И там был один раб пересвященческий, который первый начал бить Иисуса в лицо. И церковное предание устанавливает, это тот самый раб пересвященческий, которому Пётр отрубил ухо, а Христос совершил чудо его исцеления, и ухо вернулось на своё место. Но этот человек оказался совершенно неблагодарным. Иисусу Петрове во дворе, внизу, приди един от рабынь архиереувех, и, видевши Петра, греющися, возревши нань глагола. «И ты с Назорянином Иисусом бе, он же», то есть Пётр, «отвержися глаголе, не веди, не смеем, что ты глаголиши, и изыди вон на придворье». «И алектор возгласии». «И рабыни, видевши его Паки, начать глаголати предстоящим, якусей от них есть, он же Паки, то есть опять отметавшийся, как бы открещивается, и помали Паки, то есть через какое-то малое время, стоящие глаголуху Петрове, воистину от них есть, ибо галилеанин есть, и беседа твоя подобится». То есть он говорил с галилейским акцентом. Его распознали. А все знали, что Иисус и большая часть его учеников из Галилеи. «Он же», то есть Пётр, «начать ратитеся и клятитеся, як и не вем человека сего, его же вы глаголите». И второе «Алектор возгласи», и помянув Пётр глагол, ежерече ему «Иисус, яко прежде даже Петел не возгласит два краты, отвержися мне три краты, иначе палакашися». Бог попустил Петру это падение, и святые отцы учат со всей достоверностью, если бы в жизни Петра не было бы этого падения, он не стал бы первоверховным апостолом, ибо главою церкви может быть человек, который, пережив собственное падение, пережил и собственный подъем. А если бы, рассуждают святые отцы, во главе церкви оказался бы человек безгрешный, как ангел, ангел слишком прямолинейный, слишком суров, как бы он пас людей, без любви и без снисхождения. Таким образом, падение апостола Петра, оно было в плане домостроительства нашего спасения, как и действия Иуды тоже были в плане домостроительства нашего спасения, но раскаяние Иуды – это раскаяние перед самим собой, раскаялся, пошел и удавился, а раскаяние Петра – это раскаяние перед Богом. И пережив чудо Божьего прощения, он станет настоящим добрым пастырем. Ибо о самом Христе апостол Павел говорит, что великое преимущество нашего Спасителя – «Он подобен нам во всем, был искушен во всем, кроме греха, и сам, быв искушен во всем, может, и искушаемым помощи». То есть Бог никогда не допустил бы такого зла произойти с Петром, если бы не имел намерения это зло обратить во благо для всей Вселенской Церкви. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok